Лайк видосико влепи, комментарий напиши и подписку жми и и и А в ответ кивит лови! Как? Станет нас три миллиона, твои лимона, твои лимона Желтеньких лимона, мяу, мяу, миллиона, мяу Привет, мы сейчас с Аней в Москве, а скоро Новый год И мы решили, что пора уже покупать подарки Давайте голосовать! Я считаю, что подарком должно быть что-то такое, чего нет у всех Нет, что-то развивающее Нет, увлекательное, чтобы не забыть завтра о нем А я кисе Алисе позвоню Алис, вот мы тут спорим, подарок должен быть не банальным, полезным или интересным Я вот считаю, что он должен прям удивить, что бомба! Все это должно быть в одном подарке сразу Но это же невозможно! Ну вот, например, муравьи на ферме Ант Пленет Это же целый мир, который можно изучать, а не висит в телефоне А на муравьев нет аллергии, и ухаживать за ними нужно совсем немножко А фермы могут быть самые разные Точно? А ведь Алиса права! Да, муравьиная королева, солдаты, рабочие куколки и у всех свои задания Че? Куколки? Это детки муравьев, за которыми ухаживают нянечки Нянечки? Вкрутяк! Ага, это тебе не какая-нибудь глупая игрушка Такое принесешь в школу, все будут в восторге Главное покупать ферму только в Ант Пленет А почему? Ну мы же там покупали, потому что у них лучшие и классные фермы Они первые их начали делать У них все продумано до мелочей, в комплекте есть даже пинцет и отвертка Нет, главное, что у них собственная лаборатория Выбор муравьев большой Ой, тебе лишь бы лаборатория! Классно, что всегда акции, конкурсы и подарки! Нет, здорово, что можно найти себе друзей в сообществе Да нет же, круто, что можно сделать тест-драйв Взял ферму, попробовал, понравилось, оставил Слушайте, давайте лучше внизу под видео ребятам оставим ссылку на Ант Пленет Чтобы они сами смогли попробовать или сделать кому-то такой супер-пупер-мега-подарк Точно? Не только у муравьишек может быть новый дом, но и у нас новый дом Да, я думаю, ребята заметили, что мы переехали И сегодня на нашем канале Ваджет Паме вышел ром-тур Который мы сняли вместе с Аней Квартира, в которой мы теперь живем Обязательно, ребята, пойдите и посмотрите это видео Мы показали всю квартиру и хранение наших вещей Ссылка внизу, там очень много всего интересного Не так, ром-тур Только вот у нас теперь тут проблемы Ну, я бы не сказала, что это проблема Эйвену не нравится, что наша Юмичу общается с парнями Тебе еще рано, Юмичу, заниматься такими вещами, как мама тебе говорю Я вообще, вообще, вообще это не понимаю, о чем вы Какие еще парни? Меня вообще другое интересует Зато я знаю, о чем мы И о чем? О ком? О Ричарде, с которым ты гуляешь Ни с кем, я не гуляю, что придумываете? Гуляешь? Не, не гуляю А что вы вообще болтаете? Мы все про тебя знаем Тот самый день ты с ним познакомилась и начала гулять Вообще не понимаю, о ком вы Мне кажется, Юмичу просто над нами издевается Не представляй нас дураками Парня решила завести Это твой жених Какой еще жив жених? Вы что, вы вообще уже ку-ку? Хватит притворяться, Юмичу Я твоя мама, и я все вижу А твой папа Эйвен и тетя Софи были с тобой в тот день И они все мне рассказали Как вы подружились в первый день вашего знакомства Да, мы были втроем Гуляли себе на площадке И вот туда пришел какой-то Ричи Пес Ричард такой же породы, как мы Я сразу заподозрил неладное Мы с Софи его предупреждали, чтобы он не заходил А ты наоборот его звала Привет, а как тебя зовут? Я Ричард, привет А я Юмичу Давай дружить Я тоже шепелявлю Мы с Софи ходили за ним И предупреждали его, чтобы он к тебе не лез Да, говорили ему Ты с нашей девчаткой не знакомься, понял? А почему? Потому что ты старше нее И вообще, она еще в школу ходит Так что вам не надо общаться, понял? Понял? К Юмичу не подходи Да ладно вам, я тоже старшеклассник Здорово! Давай дружить, Юмичу Да, давай, у меня нет мужских друзей Ну-ка, Ричи, дай-ка я проверю твой возраст Пусть вообще идет отсюда Блин, Ричи такого же возраста, как Юмичу Эй, Ричард, давай иду и домой Откуда пришел? Юмичу, а можно я тебя понюхаю? Ричи, ты что? Ты что, дурак что ли? Ты что, дурак? Ну ты дурак! Эй, слушай, Юмичу Ты мне нравишься, давай будь друзьями, а? Так, слушай, ты это, кобель Иди ищи себе подружку в другом месте, понял? Да, Ричи, давай шуруй отсюда, слышал? Мы тут гуляем, это наша площадка Тебе здесь не место Можешь прийти сюда гулять, когда нас тут не будет Юмичу, что они у тебя такие слые? Да я вообще не понимаю, что они вечно на всех наезжают Эй, слышь, пацан, ты что, не понял? Не смей разговаривать с нашим покемоном Да хватит уже на него наезжать Пошел отсюда, он всего лишь хотел со мной подружиться Ага, знаю, мы как в таком возрасте в старших классах дружатся Мы тебя старше, старших надо уважать А почему ты покемон? Юмичу, не общайся с ним Мы тебе запрещаем, скажи спасибо, что твоя мама не видит Иди отсюда, мы тебе сказали, иди отсюда Вот же молодежь пошла, совсем взрослых не уважает Да отстаньте, вы чего вы такие злые? Так, я сейчас твоих родителей позову Ага, ты так сказала, а потом поняла, что у него даже родителей нет Он сирота, не папа, не мама А вы с ним все равно были глупые Ладно, я понял, отца у тебя нет И объяснить тебе, как вести себя с девчонками, тебе никто не может Да почему, почему, что такого? Я его предупредил А он все равно к тебе лез Пойми, Юмичу, тебе надо учиться Может мы, конечно, и переборщили Но вы все равно правы, потому что мы взрослые И мы лучше знаем, что нужно подросткам Простите, мне нельзя с тобой общаться Жалко, конечно Да, жалко, взрослые, как всегда Как всегда эти взрослые Юмичу, не разговаривай с ним, я же тебе сказала А вот и буду, хочу и буду, надоели Ты вела себя ужасно, не слушалась папу и тетю И нам за тебя стыдно Ну ладно, Эйвен, не надо так прям жестоко-то Мы тоже были довольно грубые Они тебя просто хотели защитить От чего защитить? От дружбы А теперь у тебя жених Кошмар Ты же школьница Ты классная Спасибо Давай вместе гулять Давай Слушай, ты что, блин, не понял? Ты что, глухо не моешь, что ли? Не лезь к нашей Юмичу Да отстаньте вы Вот именно речи, не слушай ее Я вот вы твоей подружкой Ну разрешите, пожалуйста Нет, я сказала Рано ей с парнями шляться Да мы просто хотим подружиться и гулять вместе Нет, я сказала, нельзя вам вместе гулять А хочешь, Юмичу, мы с тобой вечером встретимся И пойдем вдвоем гулять Пока твои родаки не видят Они мне не родаки В смысле, Эйвен мой батя А Софи моя тетя Может, хватит уже меня там нюхать, а? Ну все, Юмичу, знай, ты напросилась Я все матери расскажу Я просто пытаюсь понять, сколько тебе лет Будут мне дома на тации читать Ну все, хватит уже, хватит, слышь Так что, пойдем ночью гулять Тихо ты, Эйвен, я только что слышала, что он ее ночью гулять зовет Нет, ты че, офигел Ты че, вообще собачьих слов не понимаешь Ты че, напрашиваешься у меня, что ли? Ремня собачьего захотел Ну тетя Софи, ну че? А, отстань Ричи, а у тебя есть девушка? Ну-ка, рыжий, слышь, иди сюда Погоди Пока ты меня так не разозлил, что я тебе по морде не дал Да мне она просто нравится Да, был у нас один такой, которому она просто нравилась А потом сбежал к другой У нее было разбито сердце Знаешь, как ей было тяжело? И я не хочу, чтобы это повторилось И какой-то пацан опять разбил ей сердце, понял? Я так делать не буду Я сказал, все, забудь про нее Вот и поговорили Бать, ну мне тоже скажи Ну а че мы поговорили, слышь? Че, София, правда, что у Юми любовь была? Ой, отстань, рыжий Слушай, Юми, че, ты спросила, была ли у меня когда-нибудь девушка? Так вот, у меня никогда не было девушки А твой папа рассказал, что у тебя был парень Че, дурак, что ли? Не было у меня парня Ну в смысле, он был, ну или не было И вообще, я не хочу об этом разговаривать Так был или не был? Все, отстань Че-то, че-то я ничего не понял Так был парень? Ну, был мальчик, типа, знаешь, он мне нравился А ты когда-нибудь целовался? Нет Я тоже, ну в смысле, нет, почти Чего, вы там уже целоваться собрались? Да нет, ты, София, ты че Ричи, я тебе сказала И Эйвен тебе сказал, пошел отсюда Юми, че, пошла отсюда Да ладно, ну мы же взрослые уже Как мне быть с этими подростками, а? София снова подошла ко мне и пожаловалась на него Да, но то, что он с видишком нарязчивый и лезет к Юмичу Короче, по-моему, просто слова ты не понимаешь, да? А что вы мне сделаете, а? Я сказал, пошел отсюда Ой Бать, ты че, вообще, что ли? Папа у тебя очень строгий Да, он такой, это точно Ты к нему сам не лезь, понял? А то он правда нападает, это он с виду меньше тебя А он тебя увлажит в пять секунд Юмичу, а почему ты покемон? Потому что я люблю Пикачу Ты что, тоже считаешь, что это глупо? Нет, это классно Но, наверное, и правда, лучше нам с тобой не общаться А ты попробуй ему разрешение, спроши по-нормальному Ща попробую Дядя Эйва, ну можно нам как друзья с Юмичу быть? Нет Он сказал нет Ну ты как-то, как-то ненастойчиво попросил Пап Нет Пап Нет Ну па Нет, я сказал, мы, взрослые, не разрешили вам дружить А вы, подростки, все равно не послушались Можно я скажу плохое слово по-собачьи? Нет, нельзя, Юми Она сказала Ох уж этот подростковый возраст Кошмар Вот, поняли? И что нам теперь с ней делать? Теперь, когда Юми подросток и у нее жених, этот рыжий Ричи И они ведь в итоге убежали от нас подальше Да, думали мы не слышим, о чем они болтают Да, Юмичу? Эмммм Слушай, покемон, Юмичу А давай я ночью сбегу из дома И приду к твоему подъезду ровно в полночь Ну вы что? А ты тоже сбежишь из дома Выйдешь ко мне и мы пойдем вместе гулять по ночной Москве Это очень красиво, если ты еще не видела Ты типа что, Ричи, меня на свидание приглашаешь, что ли? Ну да, типа того, а что? Помнишь, какая-то в леди и бродяга ты смотрела такой мультик? Да, я согласна Значит, ночь, мы увидимся Я обязательно приду А потом Ричи наконец-то увел его хозяина Пожалуйста, я не хочу уходить домой Я хочу еще побыть с Юмичу Да, он не хотел уходить Пока, Ричи И Юмичу явно было грустно, что он уходит Никак не могли расстаться эти подростки Пока, Ричи, пока Хватит уже переговариваться Давай, Рыжий, иду отсюда Юмичу, все как договорились Да Давай, иди уже отсюда Пока, Покемон И вот сейчас время близится к полночи И Юмит думает, что мы не слышали ваш разговор А они все слышали Ну пожалуйста, я вас умоляю, я вас очень прошу Пожалуйста, мы же договорились Если я не приду, он подумает, что я его предала Он же не знает, что вы слышали Он решит, что я сама не захотела к нему приходить Значит, такова судьба, Юмичу Но мы же могли подружиться Да, но не в полночь, Юмичу В ночной Москве вдвоем Но это несправедливо Он подумает, что я предала его Он расстроится Вы жестокие Мы не жестокие, Юми, мы взрослые И иногда ради безопасности наших детей Нам приходится принимать решения, которые кажутся вам жестокими Ну ладно, в следующий раз Мы обязательно дадим вам пообщаться И может быть даже подружиться Обещаем, что завтра пойдем, встретимся с ним на площадке И все ему объясним Это будет честно И он не подумает, что ты его предала Ладно, только обязательно А сейчас, ребята, идите скорее смотрите рум-тур на Magic Family Мы показали всю нашу квартиру, в которой мы сейчас живем Где мы теперь молимся, спим, храним вещички Чем занимаемся? Все в новом видео Обязательно посмотри его, поставь там лайк и напиши длинный комментарий Увидимся скоро в новых видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!